Толпа фотографов За это время у Бруно накопилась масса интересных воспоминаний. Я начал тогда, когда начались показы прет-апарте в Милане. Более 30 лет назад. Тогда о показах еще никто не знал. Я немного снимал в Риме, но здесь, в Милане, еще 30 лет назад никто не работал в прет-апарте. Первые показы начали проходить в году 1974-1975. Вальтер Альбини, Армани, Кризия, Версачи. Понимаете? Когда Миланская неделя моды только зарождалась, конкурировать ей приходилось не только с Римом и Флоренцией, но, что намного сложнее, со столицей мира моды – Парижем. Постепенно в Милан начали съезжаться все известные дизайнеры. И уже к концу 70-х в Миланской неделе моды принимали участие около 50 домов моды. Именно тогда начали появляться и первые фотографы модных показов. Бруно в те годы состоял на должности ассистента-фотографа. Я работал в ВОК Италия, был ассистентом Ирвина Пена. О, он великий фотограф, великолепный. Он научил меня всему, что я умею. Объяснил мне сам подход к работе. На протяжении последних трех десятилетий Бруно Ринальди не пропустил ни одного важного модного показа. Сегодня он местная достопримечательность. На шоу его пускают без пригласителя, так как работник любого дома моды знает его в лицо. На площадке для фотографов коллеги уступает ему лучшее место. Вы не устали столько лет заниматься по сути одним и тем же? Это не одно и то же. Это же целый мир. За 30 лет показов все вокруг изменилось раз в 10. Девушки, модели, способ дефилировать, музыка, все. Ведь это такой способ общения, и он невероятно эволюционировал за последние несколько десятилетий. И, кстати, мода изменила и мир. Повлияла на манеру думать, манеру одеваться. Ведь то, что ты надеваешь, говорит за тебя очень многое. Одежда влияет на то, как тебя будут воспринимать. Кто ваши любимые дизайнеры? Люблю Ральфа Лорена. А из итальянцев? Миссони. Мне очень нравится этот дом моды. Все из клана Миссони большие молодцы. В знании моды Бруно Ринальди даст фору любому критику. В отличие от большинства, он все видел своими глазами. А шоу каких дизайнеров вам нравится больше всего? Может, Виктор и Рольф или Александра Маккуина? Показ — это совсем другое. Джон Гальяно произвел настоящую революцию в сфере модных шоу. Если бы Гальяно не был Гальяно, издательское дело было бы мертвым. Он все возродил, абсолютно. Мы всем обязаны Джону. Кто ваша любимая модель? Больше не существует топ-моделей. Последней великой манекенщицей была Линда Евангелиста. Королева. Настоящая королева. Фантастическая. Я всегда подмечаю, когда девушки одеты хорошо, со вкусом. Это ведь сразу заметно, когда женщина выглядит интеллектуально. В одежде от японских дизайнеров или минималистов. И, конечно же, глупость в одежде тоже сразу видна.